Приветствую вас, друзья, на своем канале. Сегодня, ну, не запланированный у меня выпуск, буду делать знаки памятные снистию пятилетию. Вот. И, как бы, сегодня немножко обзорчик сделаю про свою муфельную печь и про то, как буду делать знак. Вот. Пришла ко мне муфельная печь вот такого типа, с таким вот блоком управления, который, в принципе, вы, наверное, еще нигде в интернете найдете, потому что в общем-то это, наверное, первые печки с таким вот блоком управления. Это блок управления, который именно полочный и именно от Плавка ПРО. Не разработка, а по заказу их. Вот. Ну, и, соответственно, я у них заказывал. Они вот такой вот процессор поставили на печь, в принципе, которая всем уже давно известна. Вот такая вот, которая у меня была, которая есть, которая уже тут химичу делал, ставил уже дополнительно блок управления именно полочной на базе Ардуино. К сожалению, датчик подводит именно слабое место. Датчик мне распаялся, и поэтому не могу найти подходящий датчик, который держит температуру, да даже те же 800 градусов. Хоть и заявлено 800, но 800 он не держит, плавится. Вот. А мне нужно 1000 градусов, хотя бы 1100. Вот. И в то же время вот этот вот блок управления, который здесь стоит, чем он хорош, можно настраивать полочно, то есть выставлять не только по температуре, но и по времени, сколько времени будет задана температура действовать, либо с какой температурой, с каким временем будет набираться, с каким темпом будет набираться температура по заданному алгоритму. То есть, грубо говоря, рисуется график, То есть полочно выдерживается одна температура, поднимается пол на другой температуру, потом опускается, потом выдерживается и получаются такие полочки, которые нужно необходимо выдерживать, в частности для прокалки опов, для качественной получения отливки. Вот, и вот этот процессор, он может до 5 программ записывать по 20 шагов, то есть в итоге 100 шагов, в сумме получается 5 программ по 20 шагов. В принципе все просто, ну для меня пока все это просто понятно в нем, может быть для кого-то первоначально кажется не логично, но после вот этого ардуино, который я через компьютер настраивал, для меня уже все по-моему просто стало. Вот, поэтому сейчас он у меня уже 10 часов, даже 11 часов цикла прокалки прошел, температура была максимально 630, выдержал опоки, продержал ее 3 часа, в течение часа остывало, до 610 я поставил, и сейчас вот выдерживает 610 градусов. Вот, теперь сейчас вот приготовим металл, латунь, все это заготовочки сейчас соберем, по весам взвесим, в этой данной печи все это расплавим, сейчас температура у меня поднимается, уже до 600 поднялась, но металл еще не закидал, вот, и будем проливать мои, так сказать, деталюшечки. Поки готовы, осталось только залить металл расплавленный, два поки, ой, не ту, достал, второй печи от крупной ничейки, вот, а поки, ладно, пускай 600 градусов у них, металл, латунь тоже расплавлен, так, лишний раз открывать не стоит, чтобы не окислялось, к сожалению, не знаю, как заснять процесс, моя экшн-камера села, вот, снимаем и телефон, поэтому немножко будет видео, может быть, не совсем все подробно заснято, но, по-моему, попробую, попробую, как-то все это делать, записываю. Так, немножко времени надо, конечно, сделать все, так, ну, приблизительно так, дай бог, что-то все-таки заснимется, так, смотрим, что у нас тут слетал. Металл, готов, опока готова, иначе не ставим опоку, ставим металл и поехали. Вакуум есть. Делашкин-педрын, как всегда, мимо 3 капли. Так, на нашу пожарницу металл залился, в общем-то, вакуум тоже есть, так что, думаю, зашел, ну, правда, и мимо провел тот же. Сейчас немного остынет, можно будет ее вытащить. Так, ну, смотрю уже, что мои деталюшечки провелись нормально, сейчас будем их немножко чистить, приводить в порядок. Проливка полная, хорошая, меня это радует, то есть установочка моя работает хорошо, опоки в моей печечке тоже хорошо прокаливается, все, как положено, никаких трещин, никаких растрескиваний, все, смесь, это омега плюс, которую я использую, английскую, хорошо работает, без замечаний. Все это сейчас очистим, вот, и, как бы, обработаем химией. Что хотел еще сказать, теперь я пользуюсь вместо прокладок и вместо силикона жаростойкой обыкновенным герметиком, вот таким вот дешманским, самый дешманский автосил, всем известный автомобильный герметик наш, российский. Вот, такой же вот коричневый, кстати, блин, дымит даже меньше, чем жаростойкий, при этом держит, по-моему, дольше, чем жаростойкий заявленный серый. Вот, а стоит дешевле. Ну, горят они все при температуре, поэтому я не вижу смысла использовать, скажем, более дорогой герметик, чем вот этот герметик автосила. Все равно его после каждого раза, я его просто нанес тонким слоем, вот видите, что здесь подгорело успело, что не успело, все это удаляю и намазываю новым, фактически не выдерживаю, там буквально 5 минут и использую следующую опоку.